включаю запись прошлый раз у нас была запись короткая но некачественная поэтому нет этой записи от 26 апреля вот но за это время немало воды утекло тем не менее мы движемся вперед и это радует значит о чем сегодня хотелось бы с вами поговорить ну первую очередь естественно новостей много но самые ценные новости тех которых ты сам участвовал это обзор или скажем так я дам коротко расскажу что там было в бельгии и нидерландах на конференции в эндховене вот какие там встречи были и какой-то такую подведу черту потому что вот это сердце евросоюза брюссель в котором тоже удалось побывать значит показал и беседы с людьми показал что скажем так в мире ну европа это все-таки часть мира и не самая маленькая происходит очень такие забавные в кавычках процессы и натолкнула меня на целый ряд заключений которыми я с вами поделюсь значит там этого всего нету здесь в сегодняшнем ну естественно мы за землю сегодня в ответе скажут спасибо завтра нам дети и это очень хорошо поняли люди когда на бельгийском суверен и нидерландском языке им было переведено они просто даже встали все и зааплодировали это говорит о том что это близко людям и это радует дорогие друзья теперь коротко развитие компании сковей во всемирный фонд мы еще сегодня поговорим надо понимать куда мы идем мы все больше и больше втягиваемся в этот процесс и это очень важно нам и инвесторам видеть значит что что за этим стоит и как как мы к этому идем об обучении что планируется в дальнейшем еще раз я поясню потому что прошлый раз людей не все выдержали значит моего ожидания еще раз приношу извинения вот я вначале начал и хочу поблагодарить тех кто мне сегодня ассистирует здесь на площадке это значит татьяна новикова и олег сошников благодарю вас ребята и мой как бы мое мое почтение если так можно сказать за ваш такой вот скажем ну вклад в то чтобы мы спокойно здесь занимались и работали вот теперь значит обучение плане в дальнейшем а пио и айсио действия последовательности мы немножко об этом тоже поговорим потому что инхо он показал там собралось 350 человек из бельгии и низерландов абсолютно это уже не просто но какие-то новички нет это лидеры от лидера и выше в люди которые в этом нашем бизнесе и все так можно назвать или в нашем проекте уже достаточно ну кто сколько но начиная практически эта территория стала подключаться со второй половиной 2016 в основном 2017 году они подключались и они очень активные достаточно квалифицированные я них несколько раньше иначе думал вот но значит и команда там есть что очень важно лояльная команда причем очень хорошо обучены есть люди вот мы начали в 10 часов и завершили в 7 часов вечера и было два небольших один был часовой перерыв и был получасовой перерыв еще и потом по моему еще одна пауза небольшая была вот и все то есть они скажем так целый рабочий день отработали причем разбирались много вопросов и большую часть большую часть из этого они сами подготовили сами выступали сами делились мотивацией там был человек который выступал я сейчас точно не помню поэтому не буду перевирать его имя генрих по моему и звали фамилию сейчас не помню вот который как он сказал он с 8 1900 с 1984 года осваивал методы сетевого маркетинга то есть он там скажем так не только собак он целого слона уже съел вот не он поделился тем что он как бы сам прожил причем человек дважды преодолел рак вот и ему было чем поделиться это очень мощно подействовало он в течение часа держал аудиторию таком хорошем добром таком интенсивном возбуждение вот потом там были еще интересные доклады но естественно мы кто мы являемся членами правления тоже выступили вот и тоже поделились тем что надо было сказать и принципе получили хорошие как бы ну отзывы теперь какие замечания вот по этому поводу вы знаете дело в том что когда я спросил у людей скажите пожалуйста того что вы считаете самым таким как бы насущным для вас вот что вас больше всего волнует они сказали социальная среда мы не уверены в завтрашнем дне вот вам и весь капитализм я спрошу почему вы не уверены в завтрашнем день горит налоги растут политические партии правительства евросоюз постоянно придумывают различные новые новые какие-то методы отсюда взять и так далее так далее то есть чтобы получить заработную плату предпринимателю или выплатить заработную плату предпринимателю надо условно говоря чтобы выплатить скажем 100 единиц зарплаты предприниматель вынужден 60 единиц это значит ему надо иметь в кассе 160 единиц чтобы 100 единиц выплатить зарплаты 60 единиц заплатить налогов плюс еще тот кто получит 100 единиц он должен заплатить определенные налоги и получается что государство фактически снимает порядка порядка значит почти 100 процентов или 100 единиц снимает значит налогов это не просто то есть это очень серьезный вопрос и тут тоже еще очень много скажем перри причем переполненный и перегружены аппараты административные аппараты когда я спросил какая промышленность промышленность достаточно постоянно сворачивается или же переходит куда-то там на восток или еще куда-то и так далее то есть все не просто окормить социальную среду то есть детей надо воспитывать детей детям нужно школу у них образование бесплатно пенсионерам надо обеспечивать социально малоимущими плюс притоку гостей так называемых кавычках гостей из исламского мира тоже надо принимать и они в полном шоке живу причем у них очень нарастает так называемая нестабильность социальных взаимоотношений различных социальных групп в обществе вот и это очень сожалеется жалеющий такой факт и поэтому они прямо сами понимают в они сами мне сказали что вы знаете у нас очень большая надежда на проект skyway потому что уже на нашу как бы на правительство на наше государство мы не можем надеяться причем откровенно даже один человек не так посмотрел по сторонам взял мне за руку и сказал вы знаете вам не могу сказать вот я не скажу кто этот но он сказал вам я могу сказать и поделиться с вами ибо это мне гложет что я надеюсь получать стабильный пассивный доход с проектов которые вошел я на него надеюсь я лояленном этому проекту и как только мы выйдем на фазу получения выгод который на которых мы здесь говорим и говорили и надеемся на которых я уеду и всю семью свою визу отсюда потому что здесь становится жить не комфортно вот основная причина вот таким образом не все так просто и когда я стал рассуждать сам про себя что думаю ну вот интересная история и что очень очень простой вывод я человек который прошел различные школы значит и коммунистического и условно говоря мы не в коммунизме не в социализме условно говоря не были мы просто декларативном обществе были которая стремилась построить социалистическое общество и декларировала что она в какой-то момент выйдет светлое будущее построить коммунистическое общество декларации были все неплохие но мы к этому не пришли по определенным причинам и это не тема сегодняшний разговор я просто хочу сказать что к сожалению значит надежды которые возлагались в момент перехода и развала нашего прошлого общества что капитализм это палочка выручалочка что видите там он давно загнивает но пахнет хорошо да он пахнет хорошо но он уже загнил дорогие друзья и этот это скажем начинает как бы вот гниение хорошем запахе я извиняюсь но хорошо пахнет он не для всех и поэтому и все больше и больше группы расслаиваются кстати и причина это в том что во главу угла в капитализме поставлена прибыль это очень серьезный как мне сегодня коллеги мы обсуждали значит нашу стратегию и концепцию развития skyway капитал там тоже проскакивала прибыль и все мне сказали что ну слушай но нельзя без прибыли я говорю конечно нельзя но прибыль нельзя ставить во главу угла и делать все ради нее все значит позволимое позволимое и непозволимое причем надо знать меру прибыли хотя денег чем больше тем лучше но не значит вопрос том какими средствами какими количествами за счет каких значит потерь или же что мы не учитываем когда мы рассчитываем прибыль для меня самым большим лакмусовой бумажкой является то дорогие друзья что сегодня не только как во всех обществах я еще ни одной экономической системы не видел которые я пытался познакомиться вот чтобы баланс в балансе человек человек да был бы как-то но чтобы отдельно выделен его нету там кадров там нету там есть просто значит затраты трудовые затраты вот и все человек проходит по строчке трудовые затраты это оплата труда все и какие-то еще там бывают социальные отчисления на социальные блага это мало когда то есть самой экономической системе это не заложено до компании закладывают там различные блага которые они дают и в балансе этого нету человека нет баланс вот вам и вся система равновесия экономического поэтому это очень серьезные моменты вот и мы с вами стоим я еще раз для себя проконстатировал вернувшись из брусселя что мы стоим перед великими переменами если этого не будет вот а что такое прибыль почему значит кто-то скажет ну чем там болтает ерунду прибыль это хорошо это же ведь деньги и так далее вы понимаете перепроизводство эти опять-таки прибыль хорошо сама по себе но когда она поставлена во главу всего она является фокусом всей хозяйственной научной экономической там культурной деятельности условно говоря не прямо косвенно да то это пагубно начинается манипуляции с финансами начинаются манипуляции с различными расчетами начинается перепроизводство затарено магазины затарены склады затарены все уничтожается опять производится откуда это зин как говорил высоцкий а это все из недр нашей матушки земли для того чтобы больше 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 произвести никому не нужное или нужное может быть 10 процентов 60 процентов от 40 до 60 процентов продуктов которые продаются в магазинах продовольственных продуктов я уже не говорю их качестве какие они там не есть кривые или плохие значит уничтожаются разными путями разными загрязняется этим самым земля то землю уходит пардон хлеб который напичкан различными антибиотиками различными значит всякой химии условно говоря мясо и так далее так далее то есть я уже не к паре о фекалиях а прочих делах то есть мы сами тоже являемся и это только благодаря его величеству прибыли вы не представляете какая колоссальная машина работает в индустрии медикаментов формата фармацептики все это хуже дустос как ни один пожилой человек сказал ты знаешь я иду в аптеку и вспоминаю все время как когда-то боролись с тем чтобы дусто дт порошок такой был после войны гоняли всякие всякую значит живность этим порошком по полям и по значит ты клопов и и кого только имени и не гоняли я еще застал это я родился в первой половине прошлого века вот но потом 50 лет занимались и занимаются еще сейчас его сверх нормы в природе а что с химией фармацептикой то есть очень серьезно дорогие друзья и это такие скажем но не веселые выводы с этой поездки веселые выводы это то что люди верят и надеются на технологию технология продвигается вот анатолий эдуардович по моим данным должен быть час в объединенных рабских эмиратах и наши товарищи тоже должны быть там эту неделю работать вот и я надеюсь что будут еще интересные новости по возвращении потому что скажем так свое обещание свое обещание скажем так подвести черту анатолий эдуард еще не выполнил сказал я свое обещание выполню когда наступит время то есть мы ждем с вами новостей я прямо полагаю какого характера не будет но это только мое предположение поживем увидим поэтому вот столько вам о новостях значит там теперь коротко развитие так вопросы здесь возникли если мы так пока нет слава богу значит идем дальше что у нас здесь есть коротко развитие компании я повторюсь если кому-то это уже известно или неизвестно но я повторюсь еще пройду значит что мы в развитии учи учитываем то что мы опираемся на сопряженные процессы сферы то о чем я сейчас говорил тоже сопряженная сфера это экономика но в нашем развитии транснет это является решением это является базой извиняюсь не видно я тут размахиваю своей стрелкой вы меня не видите значит транснет решение это решение которое обеспечит создание всемирной сети транспортной транспортной сети она создаст базу для переосмысливания для нового подхода в каком плане это общие слова которые вам сказал на мой взгляд новым подходом является хотя бы так вот такой пример что тех на это новый технологический уклад он позволяет и заложена логика во всю эту систему она является примером для развития других технологий в том что она экономична она экологична она рачительная сама заложена сама логика уже построение анатолий дурач ни разу не сказал нигде я вас специально провоцировал неоднократно он он главная ведущая ведущая личность нашем его проекте теперь уже в нашем проекте и он нигде не сказал что да вот мы будем биться насмерть за прибыль нет прибыль не в том когда и прибыль не в том когда значит закладывается в проект себестоимость проекта прибыль прибыль не должна быть заложена себестоимость проект должен быть сделан экономичней и рачительный и скажем с меньшими затратами чем предполагалось это так называемая как бы экономия а уже прибыль начинается уже с эксплуатации проекта и вот куда закладывается и поэтому мы соответственно так и строим свою организационно правовую стратегию участия в будущих проектах как это проявляется каждый раз стараюсь об этом говорить но это надо говорить конкретно по конкретному проекту но поверьте мне это так значит что еще сковей проект дает он дает определенных на он влияет на технологический уклад тем более что транснет решения позволяют и использовать лучшие возможности землеустройства в каком виде это то о чем мы говорили на чате это линейные города а линейный город что это такое это не просто город это сеть это кластер поселений это кластер а что такое поселение это не только жилые дома где мы там живем да кому то хочется жить в красивом поясе везде будут люди жить где комфортно а где комфортно человеку не только быть под солнцем не только дышать теплым воздухом и достаточно влажным воздухом значит почему мы создаем такую же среду мы создаем и будем создавать и создаем в уже как бы проектируемого в раб объединенных арабских эмиратах где песчаные бури вот это все необходимо но кроме того чтобы жить еще в хороших условиях надо еще иметь и социальную среду комфортную а что такое комфортная среда проживание это когда у тебя есть куда пойти применить свои способности ты не вынужден ходить куда-либо работать или где-то трудиться ты идешь и занимаешься именно тем где твои но то что тебя привлекает выбираешь до этой идее это ну скажем в какой-то степени это мечты но это возможно дорогие друзья не лезь ты не в это поселение в этом поселении нету технополиса или технопарка где тебе применить но при уйди в другое поселение работа живи там другом поселении понимаете и это очень важно не хочешь работать окей сопряженное с поселением аграрное объединение какая-то аграрная единица тот же хутор тоже ферма сеть ферм которые будут уже работать не на какой-то большой мощный скажем концерн который собирает продукты за копейку а продает за 2 за 10 рублей потом сети и неведомо причем продукты должны быть такие чтобы они еще у тебя там 10 дней там месяц могли бы болтаться в твоей сети а потом еще посмотрим на счета они раскупили выброси то есть порциями которые необходимы поселению то есть кластер в этом кластер входит и поселение которые которые обслуживают которые мы с этим в единой системе и это создается то есть таким образом есть среда есть среда развития дети которые там вырастают они до города могут уезжать потом обучаться если это надо будет форма обучения будут совсем иные но за счет чего за счет того что мы с вами создаем транснет решение смарт решение умные решения то есть это а что дает смарт решили зачем она ну только лишь не только а и для того чтобы экономить средства чтобы комфортно жить не тратить время многие были очень удивлены когда я в эндховене сказал что вы знаете дорогие друзья и говорю вам кстати я не устану это повторять понимаем это мы принимаем ли это мы это факт который существует нам его просто нужно осознать то что я я уже неоднократно говорю что нам господь бог на или высшие силы или природа на карточку на карточку временную карточку часы на наш дает якобы 24 часа мы привыкли и на всех единицах измерения это 24 часа фактически эти 24 часа сегодня ужаты примерно 18 часов то есть мы за 18 часов должны и осуществляем все то что фактически расписано на 24 часа вот и все время ужалось значит ну кто-то скажет масло в сказке рассказывать да но вопрос то в том что есть целый ряд таких фактов которые говорят что это так масло которое вот меня больше всего обосновывает это предположение это пока предположение это не доказано но есть много знаков что это так предположение что это так то что заливается масло в лампады один раз в год перед снисхождением святого огня вот и значит каждый раз уже на протяжении веков доливалась это до 1996 года было практически неизменное количество масла она иссякала за год и при нисхождении следующего 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 раза там пасхальные дни значит снова доливалась порция масла сегодня или вот нынешние годы уже на протяжении десяти двенадцати последних лет масло остается все больше и больше не потому что она горит хуже или еще что-то она веками так горела это говорит о том что в период который прошел он не такой длинный как должен был бы быть горение происходит не по часам горение происходит само по себе природный процесс сжигания или сгорания значит фитиля вма на фитиле масла вот и все это самое такое основе есть но масса других разных факторов то есть транснет дает возможность нам и в этих условиях среда меняется транснет дает нам со подстройки к этому ко всему но это все нереально если мы туда и лезем со своим старым духовным укладом если у меня сегодня справа спросите ну ладно если вы там может что такой новый духовный уклад я могу только принципах вам сказать поэтому но нам надо этим заниматься многие обучение проходит сейчас да вы знаете лидеры обучаются у нас следующее обучение будет краснодаре мая месяца значит в основном большинстве для это будет новый цикл для российских русскоговорящих и близлежащих территорий вот команде говорят да что нашу технологию ее продвижение возможно только если человек готов развиваться и меняться духовно или настраиваться духовно и начинают разъяснять что они здесь видят приходите на обучение услышать и узнайте тоже об этом но это факт каждый должен для себя понять что за этим стоит новое жизнеустройство я ним тоже уже он кое-что сказал когда говорил о земле устройстве то есть земли мы начинаем рационально использовать первый пример пески превращаются в оазисы много солончаков много значит просто скажем не использованных земле земель потому что ну скажем нет нет транснета все правильно землеустройство надо выполнять причем надо еще и восстанавливать много земель очень много земель надо восстановить вот нас верное решение то есть социум это общественная жизнь это отношение к природе все это между собой связано социальные гарантии то есть это все учитывается в проектах которые мы говорим о развитии теперь всеобщий или фонд всемирный транснет здесь много различных элементов но он весь будет настроен на обеспечение адресных проектов как в первую очередь смотрите значит просто элементы это не значит сегодня не строю вам здесь структуру этого фонда просто обозначаю как он будет виде какой-то одной компании или группы компаний я не знаю будут естественно будет фонд но у него будет центр подготовки адресных проектов это может быть виде компаний это может быть несколько компаний это может быть головная компания gti которая создает свою какую-то структуру юридическую но организационно у центр подготовки адресных проектов масса функций которые надо выполнить и эти функции выполняются и по регионам и в целом по всему миру это центр инженерно-технического обеспечения обслуживания адресных проектов но как будет проект работать если у нас не будет это все обеспечено я уже неоднократно об этом говорил это надо понимать нам всем кто мы в этом проекте сейчас участвуем это для нас является предметом того что значит проект он развивающийся они дошли до стенки сдали эко технопарк помахали ручкой сели и ждем когда нам дивиденды поступят понимаете на этом не заканчивается то есть мы сделали все для того чтобы получить дивиденды тогда но надо еще идти дальше надо еще работать поэтому нужно этот центр тут это мощнейший это кластер это мощнейшая структура здесь она укладывается в один ящичек как направление центр подготовки кадров один из основных здесь поэтому я его сюда привел я уже здесь не показал массы других элементов которые так мы надзорные производственные и так далее там масса различных то есть должна быть сеть во всем мире во всем мире дорогие друзья в разных регионах на всех континентах должны быть компании которые лицензированы со стороны нашего gti со стороны зао струнных технологий может быть может быть не может быть а будет и создается отдельная так называемая техническая структура той же самой в объединенных рабских эмиратах на регион по всей вероятности я так думаю бор по крайней мере этот разговор проходит что создается компания которая будет как бы но создавать сеть фирм которые будут способны способны и допущены к выпуску и к подрядным подрядным работам со skyway что такое подрядная работа это заливка бетона там земляные работы там это металлоконструкции это масса других других обеспечить это покраска это и потом последствия естественно обслуживание я уже не говоря проектирование уже не говорил привязки проекта конкретным условиями тогда я уже не говорю о техническом 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 и всяком другом надзоре процессе процессе этого ну как бы реализации адресного проекта и дорогие друзья что еще очень важно это центр кооперации инвесторов потому что один это здесь он как эффект метлы один прутик переломить можно один прутик ничего сильно не представляет но помазал в одном месте одним прутиком на большой проект не выйдешь то есть одним один человек ну да у кого есть там 100 миллионов может быть на 100 миллионов акций да он более-менее скажем конвертируемый участник будущих адресных проектов а скажем по миллиону тоже хочется участвовать каким-то образом всем ли миллионов а может быть не рискует кто-то одним миллионом кто-то не рискует потому что у него всего один миллион кто-то говорит 100 тысячами поучаствовал еще хочется еще дополнительную прибыль получить кроме дивидендов да вот поэтому кооперация обучение инвесторов причем из инвесторов тоже можно стать подготовить кадры понимает через определенный центр подготовки адресных проектов здесь можно вот тоже это делать чтоб многие инвесторы будут искать работу они будут интересно будут заинтересованы в будущих линейных городах в будущих поселениях который при линейных То есть это все очень непросто. И поэтому это очень важно учитывать сегодня. Уже сегодня, дорогие друзья. Поэтому смотрите, что еще очень важно, это то, что Центр народного финансирования, проекта и развития Skyway. Здесь прямо это финансовое сердце. Это фактически, скажем так, прообраз или образ уже Skyway Capital в ближайшем будущем. Вот он перерастет, такой Центр народного финансирования. Это различные структуры продвижения проектов на инвестиционные рынки по планете. Это масса партнеров. Опять-таки все партнеры подготовлены, с ними вместе мы идем. То есть это мы живем в эпоху партнерства. То есть это целый кластер. Причем кластер не в одной структуре, а кластер по всему миру. Второе очень важно. Различные системы и структуры накопления продвижения финансов. Очень много. То есть это все непросто. Мы же знаем, что в финансово-денежной системе большие дыры сегодня, они все в кризисе. И нам надо создавать свои рабочие механизмы. Иначе мы не продвинем ничего. Мы не сделаем. Мы сделаем одну трассу и будем сидеть 10 лет ждать, когда там кто-то нам даст дивиденды и какие они будут. Поэтому надо тотально к этому готовиться и это проводить. Различные структуры продвижения проектов фонда. Поддержки мощной. Опять-таки и связь с чем? Связь с центром подготовки адресных проектов. Вот с этим центром. Поэтому эти все структуры. А направление, концепцию, разрешение, условия технические, различные исходные задания. Вот они будут отсюда. ЖТИ, технология сковей здесь и глобальное управление процессом реализации адресных проектов. Глобальное управление. Вот как в целом на что мы настраиваемся и к этому стремимся. Теперь следующее. Переходим к следующему вопросу. Так, тут вопросов нет. Теории мнений о времени немало. Да, конечно. Время у молодых не... Так, всем привет. Интересно. Профитиль. Да, вот профитиль это интересно. Я тоже посчитал. До того я думал, что это сказки. Но этот вот факт меня очень сильно убедил. Так, суть не в этом сейчас, друзья. Смотрите. Значит, об обучении еще раз. К чему мы сейчас готовимся. И мы готовим сейчас площадку, потому что когда мы провели тестирование всех, ну, маломальски доступных подрядчиков, предлагающих и Мерополис, там и GoToWebinar и так далее, наиболее известных, есть масса еще более мелких. Они все решают какую-то одну, две, три задачи, которые... А нам нужен целый комплекс, чтобы осуществить, значит, человека провести с входного модуля. Человек заходит, да? Что на входном модуле он видит и слышит? К чему он готовится? Вопрос будем выделять, чтобы вам удобнее было, Владимир. А, ну да, да, можно. Да, еще лучше. Тогда я Олег сразу его как бы выловлю, иначе мне приходится бегать, смотреть, что там, кто задал, какой вопрос. Неплохо было, Владимир, да? Ну вот, посмотрите, значит, что входной модуль, это эко-вопросы, отношения. Зачем нам эко-вопросы? Зачем нам отношения? Зачем наше позиционирование, персональная позиция? Зачем наше понимание наосферы? Покажу, покажу зачем. Вот зачем, дорогие друзья, это духовный уклад, мой личный духовный уклад. Что такое? Мы можем много философствовать на тему общественного духовного уклада, но общественный духовный уклад, он имеет некую модель, которая складывается из чего? Из твоего, из твоего, из моего, из ее духовного уклада. Есть принципы, есть так называемые базовые понятия. Это все надо понять, к этому надо идти. Можно, если есть время и желание, можно это делать самому, большую часть своей жизни, что делал ваш покорный слуга. Но я убежден, что лучше было бы, если бы лет 40 назад кто-то мне сказал, слушай, пройди входной модуль, ты продвинешься системно по этим вопросам, выберешь, разберешься для себя, не для того, чтобы ты сдал экзамен, а для себя. Общая база по технологии Скавей, хотя я тогда уже 0 лет 40 назад только Юницкий начинал, я бы с большим интересом к этому подключился, по всей вероятности. Особенности проекта, ориентация в социуме, системные навыки. То есть еще надо иметь и эти навыки. И это базовый модуль. А дальше уже смотришь, как ты личностно хочешь, ты получил базу, тебе дали методы и возможности выбора, ты делаешь, как ты идешь в свой личностный рост, как профессиональный рост. И втягиваешься через адресные проекты в одно, второе или третье направление. Но, если ты на профессиональном выборе сделал себе какой-то выбор, у тебя есть возможность уйти уже на сертифицированное обучение, пройти первую ступень и выйти на то-то, 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 то-то. Я сейчас не буду говорить, что, потому что я еще не знаю, мы еще не определились до конца. Здесь я могу пофилософствовать, что здесь может быть. Это значит получить право говорить об этой технологии, продвигать ее, участвовать в каких-то адресных проектах волонтером или же оплачиваемой, пооплачиваемой, возможность участвовать в различных социальных проектах, которые дают определенные выгоды и определенные удовлетворения применения своим способностям. Получить здесь определенный опыт, выйти на вторую ступень, уже на подготовку, инициацию адресных проектов, на подготовку информации, на первичные какие-то расчеты и так далее. Для чего? Кто это? Где это я буду участвовать? Да вот здесь я и буду участвовать. Смотрите, центр подготовки адресных проектов. Он будет привыкать. Откуда? Ведь он не пойдет на сторону это делать для начала. Потому что там надо человеку очень много чего объяснить. А ты, о котором, о ком я сейчас говорю, ты уже прошел, до сих пор прошел. И вот, пожалуйста, смотришь на первый. И когда нацеливаешься, что доходишь до третьей ступени, ну, сегодня мне видится, что третья ступень даст лицензию управления адресным проектом. Подготовки и управления адресным проектом. Всеми расчетами, знания всех технологий, знания технологий проведения ICO, знания технологий проведения IPO. Я не исключаю, потому что ICO это, как я уже и говорил, значит, что это как, значит, такое краткосрочное удовольствие, а IPO это система здоровой жизнедеятельности, то есть это более основательно. Пока это так, пока это так. Пока не изменилась финансово-экономическая база, ну, как бы мирового хозяйства. Вот. И выходим сюда. Дальше. А что это значит? Человек прошел, он становится в кадровый резерв, он участвует в банке развития кадров, вот, и у него есть основания участвовать во всей этой структурной работе и здесь, и здесь. То есть, создается мощнейшая система. Поэтому, дорогие друзья, прошу вас к этому относиться достаточно, достаточно внимательно. Мне вопросы будут выделять, чтобы вам тогда отлично. Давайте так, пока нет вопросов. Теперь, третья тема, у нас немножко еще времени есть. По еще раз про токены. Значит, смотрите, что у нас здесь получается. На первый взгляд, здесь большая каша, но я ее постараюсь вам разъяснить. Ага, здесь. Значит, здесь у меня поставлен вопрос. Деньги, акции или и крипторешения Юткор? Ну, Сергей Сибиряков и Алексей говорят, я просто взял Юткор как один из возможных, скажем, крипто, из названия токена, да, в крипторешении. Вот. Токены, акции, какие, значит, будут ли акции связаны с токенами, вот, как они будут связаны с Юткором и так далее. Сегодня мы не знаем еще, вот, но мы сегодня знаем следующее, что подготавливается, почти подготовлено нулевое окно. Что такое нулевое окно? Это возможность входа в создание платформы Transnet. О платформе Transnet я уже говорил. Рекомендую вам еще посмотреть, послушать все то, что говорит Алексей Суходоев. Вот. Он очень подробно описывает платформу Transnet. Есть на прошлых вебинарах мои комментарии краткие, сегодня я об этом говорить не буду, сегодня я говорю больше о том, как мы будем развиваться в пространстве, во времени и в понимании, или куда мы идем, извиняюсь, не развиваться. Хотя, в принципе, это и развитие. Вот. Будут первое, то есть нулевое окно, первое, второе окно. Будет ли третье окно? Вопрос. Не знаю. Но, по крайней мере, нулевое и первое точно будет. Что такое нулевое окно? Нулевое окно это окно входа или дверь, или окно входа, значит, окно, оно так просто переведено. Вот. Скажем, разработчиков, тех, кому, кто сейчас как бы готовит все это дело, и, естественно, определенных инвесторов, которые наиболее лояльны к проекту. Первое окно, это мы все с вами входим через это окно, получаем свои возможности. Входа куда? Опять-таки, вход в создание платформы. Что такое вход в создание платформы? Мы инвестируем, получаем, так называемый, через юткор или прямо юткор. Скорее всего, это будет прямо юткор, я так думаю, да, условно. Вот. Как это будет связано, с какими акциями? Не знаю, но я бы связал, и об этом речь идет. Эксперты сделают свои предложения, но и выберем вариант, и все узнаем об этом. И таким образом, вот на этих первых шагах входа мы вошли, создали. Это значит, что мы создали платформу Transnet со всеми элементами. Позже, сегодня, вот я покажу вам схему, что, куда мы пришли. И дальше начинается. Здесь можно провести черту. Платформа Transnet создана. Созданы основания для механизм для проведения размещений. Первого размещения по первому проекту. Второй проект – это второе размещение. Третий проект, адресный проект – это третье размещение. И так пошло, пошло, пошло. И миллион первое размещение, или миллион двадцать первое размещение, сто тысяч первое и так далее, и так далее. То есть мечтать никогда не возбраняется. И даже нужно строить мощные, как бы, вариации на будущее. Поэтому это следующее. Но сейчас, в ближайшее время нам предстоит вход. И это, дорогие друзья, у нас есть возможность, у нас у инвесторов. Это будет всем предложено. Вот это нулевое, первое, второе, может быть только ограничиться двумя. Это есть опять-таки как вход в корневую компанию или в корневую технологию. То есть это есть база. Эта база потом будет использоваться на вход и на размещение, на организацию этого размещения. Но там уже будет не юткор. Он будет, как у нашем понимании, базовая акция, базовые технологии. Понятно, да? А здесь будут выпускаться уже свои определенные токенизированные единицы. А это капитал, с которым мы входим. Сюда, сюда или сюда. Можем входить, а можем не входить. То есть мы работаем, мы сегодня проинвестировали, мы сегодня поучаствовали в этом процессе с вами. А дальше мы начинаем смотреть, выбирать, в какой проект зайти. И, соответственно, готовы получить дивиденды уже, когда проектов много, когда этот процесс прошел, и мы там можем участвовать. Вот это очень важный момент, который надо себе учитывать. И я думаю, что я вам немножко помог этим разъяснить то, что сегодня, на мой взгляд, важно. Второе. Мы находимся в 2018 году. Запуск платформы Transnet. Это вот как раз вот этот процесс, о котором мы здесь с вами говорили. Это вот запуск вход и создание платформы Transnet, ее запуск. Когда? Этот осуществляется, значит, он практически осуществлен в первом квартале. Вернее, он еще не осуществлен, у него есть шаги. Так, вот запуска в этом году, в этом году, первый квартал, мы уже его прошли. Это программный прототип комплекса транспортная инфраструктура «Скайвей». Вот какой прототип программный? То есть, надо представлять программно, что такое транспортная инфраструктура «Скайвей». И это проведено. Анонс платформы Transnet прошел во втором, то есть, мы во втором квартале, мы это уже слышали, да, в апреле месяце. Адаптация этого комплекса, адаптация комплекса Transnet инфраструктура «Скайвей» к, значит, ну, скажем, функционированию, правильно сказать, отладке, правильно так сказать. И мы готовим во втором квартале, чтобы в третьем квартале провести интеграцию с оборудованием в экотехнопарке и демонстрация программно-аппаратного комплекса Transnet и транспортной инфраструктуры «Скайвей». Я не исключаю, что это будет уже на «Экофесте». Мы уже что-то здесь увидим и сможем поучаствовать. Вот. И запуск первых токенизированных адресных проектов на базе платформы Transnet в четвертом квартале. 19-й год, видите, запуск платформы, 19-й год – это проведение прубличных предложений новых проектов на базе Transnet. 19-й год – это практически вот эти вещи. А этот, 18-й год, мы выходим сюда. И поэтому здесь очень важно, что сдача в эксплуатацию предусматривается. Более-менее те проекты, которые будут взяты, первые стартовые проекты, они позволят сдать в эксплуатацию, то есть построить начало 19-й, 20-й год, в 20-м году, то есть за полтора-два года сдать их в эксплуатацию первых токенизированных адресных проектов. Понятно, да? То есть бизнес достаточно близкий, и он более-менее говорит о том, что я и предполагал, что с 2021 года я вполне, и ты, и кто-то еще может рассчитывать на неплохое вознаграждение тех всех наших затрат, которые мы уже сделали. Так, вопрос. Сегодня 20.00 вебинар для партнеров обучения Аплайн. Да, дорогие друзья, Едигаров нам дал информацию. Так что учитывайте это. Там можно и нужно поучаствовать. Вот, эксплуатацию первых токенизированных проектов. Поэтому это очень важно, и важно, очень важно учитывать. Пару слов, пару слов, дорогие друзья, по этому поводу. Есть ли вопросы о том, что я говорил? Олег, как там? Вопросы есть? Пока я не вижу. Значит, введите всем. Всем. Так, а, нету, все, спасибо. Я понял, я начал тут шарик искать. Ага, значит, отлично. Значит, или не поняли, или все ясно. Задумались, и это тоже уже хорошо. Вторичная продажа акций. Вторичная продажа. А у нас еще первичной нету. Владимир Андреевич. У нас еще первичной продажи акций-то нету. Значит, потому что у нас не продажа акций. У нас мы отмечаем, скажем так, акции, или отмечаем их своим именем. Это не продажа. Мы инвестируем, кредитуем и берем залог. Вот. Если бы была продажа, то, если бы была покупка, то имелось бы возможность и продать. Поэтому первичная продажа. Я бы задал так вопрос, но я не буду вититствовать лукаво. Скажу, что скорее всего, скорее всего, появится возможность, если или когда, когда выяснится, как участвовать здесь, можно ли здесь на этом этапе. То есть, скажем так, для меня критерием является то, нулевое, первое, второе окно. Завершение создания платформы Transnet даст ли достаточно прибыли, которая позволит компании, которая это будет проводить, вот этой компании, вот этой компании, центру адресных проектов, которая вот за этим будет стоять, этой компании начинать этот процесс. Если прибыли нет, то нет и основания для того, чтобы начинать что-то где-то скупать. А когда это возможно будет? Когда это возможно будет? Я сейчас вам скажу, когда. Смотрите, смотрим эту таблицу, или этот рисунок здесь, или вполне реально возможно, что когда начнется проведение публичных предложений новых проектов на базе Transnet. То есть, я так думаю, что не раньше начала следующего года. Хотя Бог его знает. Если удастся раньше, слава Богу. Но как-то вот какое-то чувство мне говорит, что навряд ли прибыль раньше еще не появится. Ну или в крайнем случае появится к концу 2018 года средства для того, чтобы осуществить, скажем, вторичную продажу. То есть, те, кто пожелают, смогут. Но это не будет, значит, Венховене у меня, о, говорит, я по рублю или по доллару, тогда и продам. Я говорю, нет, дорогие друзья, это не гарантия никакой. Да, на IPO акция будет выводиться по номинальной стоимости в 1 доллар, какая она есть. Когда будет прибыль, то на этот момент, если будет закончен, а скорее всего будет уже закончен этапы, скажем, этапы инвестирования и кредитования экотехнопарка, вот, то надо будет рассчитать, тот, кто будет в этом центре, рассчитать, по какой, скажем, по какому дисконту, по дисконту по какому, ведь понимаете, туда был дисконт и обратно будет дисконт. Что значит обратный дисконт? Если туда был 1 к 100 или 1 к 50 или 1 к 40, как сейчас, да, то обратный дисконт будет 10 к 1, 20 к 1, 25 к 1, 50. Что это значит? Что 25 акций за 1 доллар, 100 акций за 1 доллар, да, понятно, определится, и вот он как-то будет. Но, может быть, может быть, глобально выйдет в какой-то момент и туда, когда будет 1 акция, 1 доллар, будут покупать обратно. Я не исключаю такую возможность, потому что кому-то нужно их отдать, но запомните, Иванов Петров прямо не может это сделать, это можно делать только через внутреннюю биржу или через внутреннюю компанию, если это будет внутреннее, первое, если это будет IPO, то вообще через банк только можно будет делать и так далее. Может быть, что-то можно будет делать и через какое-то ICO, одно из первых, вот здесь, может быть. Но я думаю, что это, скажем так, не совсем рационально, не буду сейчас в подробности вдаваться, я думаю, что я достаточно тут на философство Владимиру Андреевичу. Так, ваше видение об IPO, Наталья, очень хорошее видение IPO, это я считаю, что процессы и IPO, и ICO обязательно должны идти, да? Тут нет, нету. Значит, и IPO, и ICO должны идти, где-то у меня там была схема, но это не важно, потому что IPO, это выведение в общественный, открытый доступ акций, и это основная цель, капитализация происходит там, дорогие друзья, а ICO, это только как бы поддерживающие инструментарии финансовый, финансово, да, организационный инструментарий, который поддерживает проекты, а тем самым поддерживает процесс капитализации акций, которые мы сегодня как бы на нашем имени записаны. Мы являемся их распорядителями, владельцами на определенной степени, да? Не в полной, но в определенной степени юридической. и это очень важно, поэтому так они между собой и связаны. И наше, мое видение, если вы имеете в виду по срокам, то я думаю, что, значит, сегодня я где-то там писал, что 2018 год, а, Олег Сошников мне задал вопрос, значит, как я вижу, я вижу таким образом, да, правильно, мы в 2000, то есть причина, мы практически на год чуть больше отстаем, не отстаем, а просто в графике в таком, понимаете? Потому что так сложилось, сложился наш процесс, мы так идем, вот, отбросило или притормозило нашу динамику, а где-то притормозило, а где-то создало, неизвестно, понимаете, трудно сказать, но факт есть факт, что потребовалось больше времени для запуска вообще процесса строительства эко-технопарка. Пришел, отбили, или, скажем так, откат был из Литвы, надо было перебираться в Беларусь, это и средства, и время, и все, что угодно. Но появились другие преференции, которых, вероятно, не было бы, а наоборот, палки кто-то позже стал, и как Юницкий правильно говорит, мудрый человек, он говорит, что, слава богу, что вовремя нас оттуда угнали, понимаете? Все основания есть это предполагать и полагать сегодня. Но, как говорится, жизнь идет, караван идет, а собаки лают. Появился откат определенный в Беларуси с высокоскоростным транспортом. Но мы нашли решение, время чуть-чуть ушло, средства ушло чуть-чуть, которые не сработали сразу, потому что нужно сделать, то есть чертежи сделаны, проект разработан, но сегодня еще нету трассы, понимаете, но все есть для того, чтобы ее начинать и уже делают, уже делают где-то в другом месте. Где? Не моя, не моя эта компетенция, об этом сейчас говорить. Вот. И вот поэтому IPO, значит, если быть завершительно отвечать на этот вопрос, то это значит, что IPO, значит, скорее всего, будет уже, оно косвенно, подготовка идет. Уже ICO проведение, подготовка ICO, подготовка плата, это есть уже элементы подготовки. Я когда-то, может быть, расскажу об этом, так, это элементы подготовки, косвенного подготовки и влияния на будущее IPO. Потому что это очень мощнейшие инструменты, которые покажут, что, ой, друзья, вот на это IPO надо бежать и нечего там тянуть с этим IPO целый год, да, но я так думаю, что 2019 год будет годом выхода, подготовки и выхода. Не знаю, когда, это может, это зависит от целого ряда факторов, но этот год, я могу год сказать, что или во второй половине, или в конце года мы будем, скорее всего, готовы уже, или, по крайней мере, взвешивать, когда мы выйдем. Сегодня мы еще не можем сказать, выйдем ли мы в конце 2019, в 2020, а может быть, эксперты, как я там написал, скажут, что, зачем вы туда рветесь, что ваша цель, ваша цель продать акции, или ваша цель получать дивиденды и хорошо продать акции, а не абы как. Понимаете мою мысль? И тогда, естественно, рациональное в течение 2019 года ввести вот этот механизм, на который мне задавали вопрос, что, а, когда будет первичная или вторичная продажа? Первичная скупка акций может начаться вполне вот в конце этого года, в четвертом квартале 2019 года. Это мой прогноз. Я никому ничего не обещаю, но я так думаю, делюсь с вами своим соображением, причем вполне откровенно. Не кручу здесь, по крайней мере. А дальше, что инвестирование закроется, значит, Владимир Андреевич, инвестирование никогда не закроется. Закрывается проект Экотехнопарка 15 этапом, так, и работы будут выполнены, но у нас есть целый ряд еще дополнительных работ, которых в проекте не было, они вошли в 2015-м, это был Юнибайк, целый ряд еще других технологий он еще вошел, и все, что войдет в проект, что будет потом приносить, будет еще возможно привнести. Это решение Юницкого, это решение Совета, это будет решение, то есть, поэтому этап закончится, но если бы я сегодня, если я правильно считаю, то еще будут резервные закладные акции, еще можно будет проинвестировать в какие-то целевые технологии, какие-то целевые проекты дополнительно, и тогда закончить. То есть, я думаю так, что у нас вполне есть место до конца этого года. Даже этап может быть раньше закончится, а инвестиционные возможности еще будут. То есть, это те проекты, в которые нельзя допускать больших инвесторов. Будем инвестировать мы. Поэтому, вот это дальше, дорогие друзья. А что еще там? Дальше адресные проекты, я вам показывал, вот что дальше. Вот, вот это все как минимум, это как минимум, это все дальше. И тут пошли-пошли масса. Потому что от этого зависит наше благополучие. Понимаете, да? Вопрос, прибыль от авансовых платежей? Нет, 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 нет. Или после прибыли, значит, Борис, великие луки, от авансов, что такое авансовый платеж? Это, это предоплата покрытия тех издержек, которые исполнитель или генеральный подрядчик начинает выполнять по конкретному проекту. Какая прибыль? Да, если он заложил заведомо, заведомо, заложил некую, скажем так, заложил, скажем так, что по проекту, проект заложил половину, 100 единиц, он точно знает, что ему надо вообще-то 50 единиц, и 50 единиц у него заведомо, так называемая, прибыль. То тогда он какую-то часть может, но он все равно не может всего брать авансового платежа. И это не прибыль, это, так называемая, условная прибыль. Реальная прибыль появляется после того, когда проект завершен, доходы все посчитаны. Да, вы скажете, ежегодно это делается, по году, год прошел, определенные работы сделали, получили доходы, остались, вычислили оттуда расходы, все, 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 осталась прибыль. Но не с авансового платежа, дорогой друг. когда нас инвесторов будут обучать по теме адресных проектов, вы знаете, когда площадку сделаем. Вот, это не является нашей основной функцией, и еще раз скажу, скажем, это не является сегодня, сегодня это не является основной функцией капитал. Мы обучаем сегодня только команды, которые работают на инвестиционные процессы, это начнется с момента, поэтому правильнее было бы, кто там, значит, когда начнется обучение, да, Ирина, да, это когда фонд создастся, когда он начнет центр подготовки кадров, вот, может быть, раньше, скорее всего, раньше, мы уже закладываем, есть создана в 2015 году, зарегистрирована и создана в России, значит, автономное некоммерческое объединение Академия Новой Евразии, вот она стоит, расходы платим мы, значит, не компания, а персонально, кто ее создали, вот, она есть, но пока некому это все делать, пока разрабатываем и так далее, то есть, но я думаю так, что в ближайшее время, в этом году мы ее запустим, вот, чувствую, вот есть у меня где-то, значит, как у бабушки, бабушки Сергея Сибирякова, какое-то седьмое чувство мне говорит, что в этом году мы ее запустим, обещать, боюсь уже, уже наобещался и оказался неплодежеспособным, дорогие друзья, значит, когда, с вами, вы думаете, по теме, не в нас инвесторов, только тех, кто пожелает, Ирина, еще добавлю только, да, Сошникова, Олег, так, Ютуба дал, ваше видение, в каком, в каком году, возможно, первое, выплате дивидендов, но, Валентина Полякова, значит, смотрите, мое видение, не раньше 2021 года, потому что, ну, откуда дивиденды, дивиденды у нас, как я уже говорил, от адресных проектов, поэтому, маломальские, маломальские, нормальные могут быть в 2021 году. Может быть, может быть, у компании может возникнуть определенная прибыль, она, скорее всего, возникнет, если или когда свободные акции будут выпущены на, ну, через, на биржу, да, вы же понимаете, что мы со своими акциями, мы же не бежим на биржу, на биржу, на IPO, выводятся акции компаний. Какие? Свободные акции. А это значит, что после того, как они будут номинированы на бирже, мы можем предлагать и свои, там, через 90-160 дней. Но это значит, что компания, Евро, Азиан Рейл, Скайли Систент Холдинг и Холдинг 2, они начнут получать определенные, если они сами будут проводить, там, я не помню, есть у них самих права это делать или нет, но суть не в этом, или GTI, или они это сделают, то получат GTI или эти компании получат определенную прибыль. И вот эту прибыль, эту прибыль, какую-то часть можно будет выделить на дивиденды. Поэтому я сегодня вот так вижу, что это в 2021 году вполне достаточно. Даже если, даже если к тому времени не будет мощно раскручено и не удастся еще. Потому что основная прибыль на дивиденды пойдет от адресных проектов, это факт. А вот такую возможность как бы более ранее, какой-то прибыли получения вполне реально получить уже вот из этого процесса выхода, то есть от эффекта выхода на IPO. Поэтому тем более нужно очень основательно и внимательно подготавливать выход на IPO. Там масса разных трюков, возможностей. так, добрый день, будет ли обращение, мы с Ербейшем сделаем спасибо. Ну, вероятно, будет, конечно. Будет, будет. Не волнуйтесь. Анатолий Эдуардович еще не раз обратится к нам. Так, дорогие друзья, сегодня Олег уже начал там свое обучение. Значит, я завершаю. Благодарю вас за внимание. Желаю вам хороших праздников, кто празднует. Наступает важный очень праздник. Это праздник победы, нашей общей победы, всемирной победы. Каждый внес свой определенный вклад. Наши деды, отцы это сделали. У кого-то прадеды уже. Вот. Поэтому будьте внимательны, развивайтесь сами. Дайте такую возможность другим. Берегите себя, своих близких. Строй сковей, спасай планету. Всего вам доброго. До следующей встречи, дорогие друзья.